Приветствую! Сегодня несколько подписчиков прислало мне кусочек интервью пана Зеленского и, мол, попросило прокомментировать его слова, говорит, Олег, а подтверди вообще, вот, как это соотносится с законом. И я сейчас вот чуть-чуть поумничаю сначала, а потом вынужден буду признаться в своей некомпетентности, чем на самом деле подчеркну высокую компетентность пана Зеленского. Итак, давайте быстренько сейчас посмотрим вот это интервью. Это не какое-то сложное вопрос, это вопрос про справедливость. Это не вопрос для женщин, людей, которые не в мобилизации на веке, мужчин или детей. Они свободны и свободны. Стоп, что значит женщины, дети, мужчины непризывного возраста, они свободны и свободны. А остальные что, не свободны и не вильны? Вот здесь, конечно, вопрос возникает. Чтобы на него ответить, нужно, что сделать? Правильно посмотреть всеми нами любимыми, любимую, нами любимыми, любимую Конституцию Украины. Давайте ее посмотрим. И вот здесь мы видим 29-ю статью, где написано, что кожна людына, мая право на свободу, та особисту на доторканись. То есть не так, что кто-то свободен, а кто-то несвободен и навильный, а все свободные. И дальше вопрос возникает. Кто-то сейчас скажет, ну стоп, Олег, военное положение, права ограничиваются. Может же и вот это право, вот эта свобода ограничивается. А давайте разберемся. Вот смотрите, есть 64-я статья Конституции, где написано, что не может быть обмежение права и свободы передбачены статьями и в том числе, вот она, 29-я статья. Вот она, наша родимая. А что это значит? А это значит, что мы все свободные и вильные. Но я думаю, что здесь на самом деле за это надо поругать спичрайтера, потому что, скорее всего, это не слова президента, да, а ему дали речь. Ну и где-то вот накосячили встречу, а он не уследил за этим. А давайте дальше послушаем его выступление. Там есть реально еще более интересные вещи. Это вопрос закону и справедливости. Если ты мобилизационный век, согласно украинского закона, ты должен быть в Украине. И это факт. И вот здесь, конечно же, вот здесь эта фраза еще больше вопросов у людей вызвала. И они говорят, Олег, ну вот президент говорит, что это факт. Так а где это написано, да, что если в стране идет такая ситуация, то мужчина мобилизационного возраста обязан быть в стране. И вот здесь я вынужден, опять же, расписаться в своей, по сути, некомпетентности, да, несмотря на свой уже возраст, да, более 40 лет мне, несмотря на то, что я все время занимаюсь наукой и практикой правоприменения. Но, честно говоря, не знаю. Вот я на сегодняшний день вынужден признать, что я не знаю, в каком законе это написано. И, ну а что здесь сказать? Здесь могу только сказать, что я с уважением отношусь к тем юристам, которые более профессиональные, чем я. И Зеленский, как мы знаем, с вами юрист, и более того, он президент Украины. И то, что он заявляет, подчеркивает, что его профессионализм выше, чем у меня. И, ну, я нормально к этому отношусь, да, есть много юристов в Украине, которые знают то о действующем законодательстве в Украине, чего я не знаю. Ну, друзья, вот, я не знаю, ну вот такая ситуация. Мне кажется, это нормально, это не то, чтобы означало, что это я плохой юрист. Просто Зеленский более профессиональный юрист и все. Поэтому я надеюсь, что вы меня строго судить за это не будете. Ну вот, я не знаю, в каком законе это написано. Я Конституцию читал, в Конституции этого не нашел. Закон о мобилизации читал, тоже не нашел. Закон о военном положении, закон ОВО и ВС, там тоже не нашел. Но вы должны понимать, снисходительно ко мне отнестись, потому что законодательство, оно очень объемно, законодательство Украины. Ну, все законы знать нельзя. Поэтому, если президент говорит, ну, значит, это где-то все-таки есть. Вот, я буду следить, обещаю вам за этим, и буду повышать свою квалификацию. И как только, возможно, президент пояснит, где это указано, в каком нормативном акте, я обязательно сделаю разбор этого нормативно-правового акта и сделаю соответствующее видео, рассказав и вам об этом. Ну, а сейчас всем желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.